Музыка Тем временем у нас вечер, я тут отмываю плиту И на самом деле очень хочу протестировать вот эту губку меланиновую Хочу попробовать отмыть наш чайник Он претерпел очень суровую жизнь без отмываний Ну просто копится, 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 копится И в конце концов это становится просто неотмываемым Вот, у меня сегодня будет в помощниках вот эта губка Я ее как раз уже так немножечко попробовала И железная губка, естественно Без нее никуда Мастер блеск Сейчас чайник я немножко уже фейриком надравила, чтобы он был не жирный И попробую отмыть Так приятно, когда перчатки по размеру О, вы, наверное, меня поймете Ну вот такой результат у меня за 10, точнее за 11 минут оттираний Все еще, конечно, не идеально чисто Но, честно говоря, у меня руки устали Нужно передохнуть И спрашивается, а почему я, собственно говоря, каждую неделю этот чайник не намывала Чтобы не доводить его до такого жуткого состояния Ну, вы видели, что было в начале Так, дно надо еще почистить Тоже важный момент Короче говоря, это вам всем мотивация на то, что чайник раз в неделю, если у вас подобного плана, надо мыть Иначе потом просто очень тяжело все это сходит Так, у меня еще носик остался Носик весь желтый И, ну, вот тут мелкие-мелкие моменты остались Их я железной губкой в любом случае доубираю Но, вот что касается вот этого пятна Вот оно, наверное, видно Это вот прям пригорелось Оно просто так не сходит Буду пробовать шамонитом убрать И вывод делаю, что вот такие меланиновые губки, они совершенно не работают Может быть, они работают на каких-то там незначительных загрязнениях Но не на таком чайнике убитом Общее затраченное время 17 минут Чайник блестит Заглядит неплохо Вот это мне не удалось оттереть Это, я не знаю, может быть, уже химозиной подпортила Ну и вот Он весь из себя такой Вроде как даже чистенький Прям глаз радуется Надеюсь, кого-то замотивировало Помыть чайник, наконец Пошла теперь надраивать в ванную Но это уже снимать не буду Так что до встречи Вот он понедельник День приборки и чистого белья Сижу, кручу вот такие улитки Из детских колготок и носков И к вопросу, кстати, о том Пользуемся ли мы многоразовыми подгузниками Вот у меня тут бокс Здесь вкладыши Здесь сами подгузники И здесь трусики детские Ну тоже как-то их там складываю Очень сочи удобно Они именно рулончиками хранятся Много места не занимают Достаточно компактно Так вот, да, мы ими пользуемся Достаточно часто И особо как бы я не переживаю на эту тему Я очень рада, что у нас есть Многоразовые подгузники И это прекрасная альтернатива И даже замена фабричным Ну, они нас спасают и там И понеделем, если вдруг там У меня фабричные подгузники Не знаю, все мне не дойти до магазина Нормально купить подгузов Вот ими пользуемся И вполне себе справляемся Ну, единственное, что, конечно С ночью тут небольшие проблемы Иногда могут возникать Потому что ребенок пьет очень много И не все такие подгузники Целую ночь выдерживают Конечно, вот с ночью сложнее Я бы фабричными лучше пользовалась Вот, так что Съем рекомендую Очень клевая штука Все эти подгузы Вот, а сейчас продолжаем Крутить улитки из носков и голготок Разбираться здесь И, ну, если интересно Покажу там, что получится в итоге Мадам Как это называется? Нашла себе домик Добрался у меня ребенок До игр с монетками Честно говоря, мне очень страшно Что она что-то возьмет Проглотит, поэтому Исключительно под присмотром Но Уж очень она просила У меня Периодически там из копилки Выпадают всякие монетки И она прям бежит, бежит, бежит Ей скорее надо взять в ручки Посмотреть Ну, сейчас перекладывает Из руки в руку Скажите, у вас дети играют с монетками? Даете вы им этим заниматься или нет? Очень-очень интересно Вот, тут просто Ребенок, мне кажется Был бы занят На час минимум С этими монетками Но я боюсь Я буду следить Придется мне с ней сидеть И бдить Монетка Спасибо Всем доброе утро Сегодня у нас уже новый день Следующий после того, как Я отдраила Этот злочастный чайник Прям чувствую себя героем На самом деле на всей этой волне Я надраила еще и Кастрюли И всяческие разные Атрибуты Кухонные Поэтому У меня такое ощущение Что гнездование у меня началось Слегка раньше Чем это вообще обычно бывает Просто, ну не знаю Захотелось немножко Как-то переорганизовать Вообще все вокруг Пространство То, что в доступе И то, что в шкафах И честно В шкафах такая свалка Что в ближайшее время Планирую поехать В Леруа Мерлен Закупиться там Ну, по крайней мере Вот такими начальными боксами Для одежды И складировать туда одежду Каким-то хитрым способом Типа как Марикандо Там Сворачивает все вот эти вот Вещички Или как все остальные Блогеры это делают Ну, буду разбираться Если интересно Пишите внизу в комментариях Я это все буду снимать На видео Ну, вдруг кому-то Нравится такое смотреть Пойдем ребенка искать Где ребенок Где твой мишка Мишка Вот твой мишка Да Вот так Какие у нас сегодня планы Зверенушка Зверенушка Мы сегодня должны пойти в магазин Это моя прелесть Нет? Мы пойдем в магазин Через пару часиков Скорее всего Будем закупаться Маме косметикой Тебе под гвозниками Всякой бытовой химии И за продуктами нам нужно Ну, обычный денечек Покажу покупки Наверное, как придем Мне на улицу Вряд ли буду снимать Хотя посмотрим Вот коляска С продуктами Просто жесть Если я ее отпущу Она перевернется Такое ощущение Давайте покажу Улов Сегодняшний Ватные диски Новая какая-то Зубная паста От Сплат У меня зубной камень На зубах появился Ну вот Чтобы больше не появлялось Там от налета Все такое Надо чистить Идти на чистку зубов Но вот уже После родов только Вот этот Бальзам от Невея Все его что-то Бьюти-блогеры Последнее время Рекомендуют В качестве праймера Под марияж Либо как крем Я решила попробовать Мне тоже интересно Стоило 300 рублей Если это будет Идеальным увлажняющим средством Ну, даже просто чисто Как крем Это будет очень круто Обычные губки Впервые гарнир беру Раньше брала Все время Рексона После душа Вот именно такими Прискалками люблю Естественно Перчатки Не было Моей мицеллярки Розовой Обычный гарнир Была только такая Она со спиртом Но, с другой стороны У меня сейчас пошли Какие-то высыпания на коже Мне, может быть, и неплохо будет Пополаскиватель от беремения Плюс Попробую Не пробовала его еще Вот для туалета Последнее, что взяла Vivienne Sabo Жидкая подводка Здесь она с кисточкой идет Гелевая подводка Попробую ее Расскажу Ну, тут я намазала себе на руку Вроде как Вроде как нормально Что ты, дочь, хочешь? Мама Мама Помогаешь разбирать покупки, да? Ну, продукты показывать не буду Там все стандартно Вот и как это называется Мама отошла на секундочку И ребенок уже лежит Съели мы сейчас на двоих С ней творожок вкусный Ням-ням Да, стены мы так до сих пор и не это Не доделали Не хватило нам немножко материалов С будущих зарплат Будем докупать все Зайка спать хочет? Да, зайка спать хочет Сейчас пойдем спать Ребенок спит Хожу тут Не знаю, чем заняться Пытаюсь прибраться Хотела показать праймер Который держит у меня шеллак Давай, фокусируйся на нем Ну вот, он какой-то Плохо фокусирует с камерой Короче, вот такой праймер Мне мама отдала Она им пользовалась сама Но так как сейчас она IBX System пользует То ей он не нужен В общем, благодаря ему У меня лак держится не один день Именно шеллак А ну хотя бы 4 дня А то и дольше Так что вот Прямо мое-мое спасение На данный момент Очень им доволен Ну, в общем, вот это будут Мои пустые банки Тут и косметика И всякая фигня Меня бесит их собирать Вот честно Я бы лучше, наверное, Такие видео снимала Не когда продукты заканчиваются Чтобы их там Со спокойной душой Не хранить А сразу выкидывать А вот уже в процессе Использования Потому что, ну, это вообще Не вариант Ну, просто закончилась Целая толпа Вот посмотрите Интересно вам будет Послушать мнение Про вот эти все банки Или нет Пишите внизу В комментариях, пожалуйста Потому что Я их очень хочу выкинуть Прямо очень-очень-очень Кстати, вот хочу сразу Показать вот эту штуку Никогда в жизни не покупайте Ее отвратительная вещь Пахнет шикарно Прям супер-пупер Хочется ее съесть Я фанат этого запаха На данный момент Но эта штука Жутко сушит Абсолютно сушит Ужас-ужас-ужас Там банк еще целая Выкидываю Без сожалений Ну и последнее Что хотелось бы Наверное сегодня Из такого показать Это Мне прислали на обзор Очень клевый Браслет Термометр Айтерм Скоро на канале Будет Такой обзор Посвященный Этому Термометру Клевая штука На самом деле Очень Много Я вижу Сфер применения Его Конечно Эта штука Нужна не каждому Абсолютно Только в каких-то Особых случаях Но тем не менее Вот У нас там метель Пошла Снегом все замело Мы недавно на улице были Снега не должно было быть Точнее он не шел Сейчас пошел Малая там спит На балконе А знаете Что самое обидное С появлением Этой камеры Мне Себя просто Не заставить Поставить Свою зеркалку На штатив Настроить Фокус Микрофон Как-то все Выставить картинку И сесть Снимать видео Вообще С этой камерой Все конечно удобно И конечно Я могла бы И на эту камеру Отснять что-то Но Я не знаю Сейчас буду смотреть По влогам Как они пойдут Если По качеству Будет нормально То вполне возможно Что и часть Каких-то постановочных Видео тоже буду Снимать на эту камеру Ну а почему бы и нет Удобно же Да Все-таки Чем удобнее Ну удобство Это в общем важно Я сегодня Какая-то красноязычная Вписываем все На гормоны Подготовила Сейчас продукты Для того чтобы Приготовить киш Я уже кстати В одном видео По-моему Показывала Рецепт этого Киша С курицей Перцем И Сливочной заправкой И луком Наверное Повторяться не буду Как его готовить Я наверное Оставлю ссылочку На тот лоб Где я готовила Жду пока Разморозится тесто Это бездрожжевое Слоеное Вот упаковка Талоста Такой киш У меня и ребенок Очень любит кушать И муж И он и в холодном виде И в горячем Очень-очень вкусный Смотрим Машу Влог ее новый С болеющей Алиской И сейчас буду Вот уже раскатала тесто Сейчас залью В тесто Начинку Поставлю в духовку Наконец-таки Сверху присыпаю сыром И где-то на полчасика В духовку Привет Привет Я тебя вытаскиваю уже Ну что ж ты Такой расстроенный Зверечек Вот там и Ирбис К тебе пришел Не хочет смотреть На камеру Отворачиваюсь Очень злая девочка Приходится ее на руках носить А то вообще просто Плачет, плачет Плачет, плачет Все успокоиться не может Вот и киш Такой яркий Сочный Вкусный Аппетитный Ням-нямушка Вот положила сейчас На тарелку Жду пока остынет Буду ребенка кормить Выходим с ребенком на улицу Сейчас будем Новый Новый комбез ее Тестировать Вот так и поедешь Села Молодец Молодец Сейчас Отъедем с тобой Немножко Подальше Ух Главное Чтобы малышу Было удобно У нас Смотрите Снегопадище Видно вообще Нет? Наверное Не видно Скоро Наверное Мои варежки С булей Станут Классикой Жанра Королевна Ну что А Тебе никак Да? Давай по снежку Топать Топ-топ Снегу Ну Че-то вот ей походу Вот такая метель Не особо нравится Судя по всему Что ты? Ну Вот так Да? Так лучше всего Конечно Вот этот костюм Ей немножко велик 94 Рост А так Мы носим Костюм 86 Вот тот Серый Желтый Однако Она его немножко Намочила Пока спала Подгуз протек Многоразовый Вот и минус Многоразовых На сон их Страшно Они протекают Дни у нас такие Обычные Сейчас проходят Без какой-либо Изюминки Муж обещал Что через выходные Мы уже начнем Куда-то выходные Выбираться Чтобы не так Скучно было Потому что Целыми днями Дома сидеть Это вообще вешалка Да? И даже вот эти Прогулки с ребенком Это скучно Я хочу Хоть куда-то поездить Не знаю Музей, не музей Вот что-то такое Прям нужно Что там Ребенок сидит Снегу копается Вот я мать, да? Сижу, болтаю с камерой Пока у меня ребенок Там мучается Снег пытается понять Осознать И понять Снег Снег Нега говорит Нег Нега Снег Вот что-что На любых Площадках Ребенку Просто жизненно Необходимо Сесть И Ладно Такой штуки Прокатиться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok